Барнаул, Заринск и еще 10 районов Алтайского края оказались под ударом смертельного заболевания. В регионе обнаружено 13 очагов распространения бешенства. Руководитель управления ветеринарии Владимир Самодуров назвал ситуацию сложно напряженной и добавил, что появление неблагоприятных точек связано с дикими и домашними животными – лисами, кошками и собаками. Вот у нас в данном случае у нас 5 пунктов по диким животным, то есть это лисы. Примерно 40% с небольшим у нас получили дикие животные. Кошки 4 пункта, собаки 4 пункта. Мы стали регистрировать данное заболевание практически в СНТ. То есть у нас приходят лисы, лисы в контакт с домашними животными, то есть собачки, кошечки. Мы бездомных кошек подбираем, затем регистрируем данное заболевание. А в Мамонтовском районе бешенство обнаружили при весьма нелицеприятной обстановке. У нас была неприглядная ситуация, в каком плане, что у нас подростки до 14 лет практически разделали трупы бешеной лисы, то есть проблемы. В 2020 году известно о пяти случаев бешенства. В 2021 – 11, в 2022 – 4. Этот же год побил рекорд. Напомним, 13 неблагоприятных пунктов. Бешенство приводит к летальному исходу. Поэтому его в обязательном порядке нужно профилактировать, отмечают специалисты. Мы сегодня вакцинируем всю территорию Алтайского края по данному заболеванию. По количеству вакцинированных животных, дикой фауны, если мы в 2019 году 3200 тысяч квадратных километров, то в этом году мы отработали 780 тысяч квадратных километров на территории Алтайского края, на территории 58 муниципалитетов. А что касается домашних животных, то за 9 месяцев текущего года вакцинировано почти 470 тысяч четвероногих. Добавим также, что в Алтайском крае появятся две новые лаборатории для исследования заболеваний животных. Это позволит ускорить определение возбудителей инфекций. Лаборатории могут появиться в Бийске и Рубцовске в следующем году. Все это должно ускорить определение возбудителей инфекций у диких и домашних животных. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.